Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Живу с парнем больше года, и часто происходят ссоры. Во время ссор постоянно идут оскорбления в мою сторону. Что я тупаю, стану бедной навсегда, что меня не уважают, что я ничего не стою и прочее. После ссоры он говорит, давай не ругаться мне с того, чтобы сказать прости меня, я не хотел тебя обидеть. Говорит, что все гадости он наговорил на эмоциях, и что в жизни так не считается, что это я его спровоцировал или довела. Хотя в следующий раз говорит такие же гадости. Против говорит, что видит меня в роли своей жены и хочет развивать наши отношения. Я никогда не оскорбляю, не перехожу на личности. Как мне реагировать на оскорбления в такие моменты, и как понять, что на самом деле у человека в голове? Может ли человек любить и оскорблять в порыве гнева в тот же момент? Я думаю, что вы никак не можете понять, что у человека в голове, да и не нужно это. Вообще, то, что вы пытаетесь понять, что у человека в голове, она будет наносит о том, что вы зависимы. То есть, что такое зависимый человек? Зависимый человек, это тот, которому недостаточно то, что в голове у него сумма. Зависимый человек, он всегда, ну или почти всегда, пытается как раз таки понять, а что же в голове у другого человека, чтобы ему было на что опереть. Поэтому я думаю, что вам нужно увидеть, как вы приходите к такой мысли, что нужно понять, что у человека в голове, для чего это. Как правило, делается это для того, чтобы что-то себе разрешить. Ну, например, чтобы разрешить себе что-то чувствовать. Чтобы разрешить себе как-то поступить и так далее. Понимаете, да? То есть, история здесь, она вот такая. Дальше. По поводу реагирования на оскорбление. Ситуация здесь следующая. Реагировать на оскорбление вы будете так, как вы реагируете. И вы не будете, и вы не сможете реагировать как-то иначе. Вы уже как-то реагируете. Другой вопрос. Замечаете ли вы то, как реагируете? Или нет? Вот это очень важный, как мне кажется, момент. Потому что, если вы не замечаете, ну вот, то, как вы реагируете, если вы не замечаете, ну вот, своих реакций. То это, в общем и целом, на мой взгляд, является, скажем так, проблемой. То есть, это первый, первый винтик. Я бы сказал, что это первый винтик. К тому, чтобы упускать, чтобы упускать, так скажем, себя в отношениях. И если вы не хотите, чтобы отношения выстраивались, ну вот, скажем так, как вам не нравится, например. Например. Если вы хотите, чтобы отношения выстраивались так, как хочется вам, например. То нужно быть более внимательным к себе. А в данном случае получается так, что вы ждете от человека какой-то реакции. Вот, вы ждете от человека каких-то слов и так далее. Не менее важным является и следующий аспект. Касается этот аспект того, что вас его слова как-то задевают. Вот тоже довольно такой, я бы сказал, интересный момент. А как? Как вас задевает то, что говорит молодой человек? Не в том смысле, что вас не должно задевать то, что он говорит. Нет. Тут скорее история больше про то, как именно, как конкретно вас это задевает. Вот если бы вы могли себе на этот вопрос ответить, если бы вы могли. Окей, меня задевает это. С чем это связано? С чем связано то, что меня это задевает? Да. И что я могу сделать? То есть меня это задевает, да, что я бы могу сделать. То есть, ну вот он говорит, да, что там я ничего не стою, что я там глупая и так далее. А я с собой довольна вообще? Довольна ли я всем, например, Довольна ли я тем, что я делаю? Довольна ли я тем, например, что я делаю? Ну и так далее. Все в таком ключе. И если вдруг выяснится, что вы недовольны? Если вдруг выяснится, что что-то вас не устраивает? Если вдруг выяснится, что вы чего-то хотите, например, ну сами, сами от себя, сами от своей жизни, да, но как бы не делаете этого. То это ведь уже вопрос не к молодому человеку, это уже вопрос к вам. Когда эта проблема будет решена, когда и если, вы сможете выработать свое отношение к тому, что говорит мужчина. Как вы к этому относитесь? Как вы это расцениваете? Считаете ли вы, например, что для вас это неприемлемо? Или с этим можно жить? Тут каждый выбирает уже для себя состав. Но это необходимо учитывать. Следующий момент, на который хочется обратить, обратить ваше внимание. Он заключается в том, что ваш мужчина говорит о том, что видит вас в своей невесте, в своей жене. В этой ситуации, я бы сказал, несколько тревожной. Почему? Потому что, в первую очередь, по крайней мере, на мой взгляд, нужно, чтобы вас видели личность. Мне кажется, что это главное, главное, чтобы вас видели личность. Не жену, но личность. А вот проблема заключается в том, что вас видит жену. Когда отношения такое, то есть вот, когда натурально человека воспринимают только в рамках, ну, допустим, только в рамках супруги, да? То, в общем-то, ценность такого человека существенно снижается. Понимаешь, да? Если, если ценность такого человека снижается, то можно позволить себе, ну, скажем так, вас как-то принизить. Можно позволить себе вас, скажем так, оскорбить, ну и так далее. Поэтому я бы здесь рассмотрел сам контекст и характер вашего взаимодействия с вашим молодым человеком. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. И желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok